В минувшую пятницу в здании администрации Дмитриевского сельского поселения состоялся сход граждан. Узнать о проблемах волнующих жителей поселения приехали глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, председатель Комитета Республики Адгея по вопросам местного самоуправления Руслан Кидакуев, прокурор района Мурат Хакуй. На встрече с руководителями района и представителями служб, чья работа направлена на улучшение жизни сельчан, собралось порядка 50 граждан. После принятия традиционного регламента с докладом о проделанной работе выступил глава поселения Мутас Пшизов. Было проведено 40 субботников, не считая еженедельно чистых четвергов, где проводились мероприятия по очистке лесополосы, уборке мусора, несанкционированных свалок, скашивание сортной и карантинной растительности, высадка саженцев. Систематически заменяются лампочки уличного освещения, установка новой водонапорной башни в хуторе Новолексевском с учетом подключения хутора Красный Фарск к водоснабжению. Чем занимается сегодня начатая эта работа, сейчас она проводится в данный момент. Строительство дороги между Дмитриевским и Политоделом протяженностью 440 метров, косметический ремонт ФАПа поселка Комсомольский с установкой уличного освещения, устройство пандусов во всех сельских домах культуры, частичная замена кровли в СДК аула Хачинзи, своевременно произведен ремонт школ к новому учебному году, а также всех детских садов к приему детей. Глава поселения в своем выступлении также отметил, что большое внимание уделяется безопасности на дорогах, во избежание несчастных случаев в темное время суток установлены 32 светильника, отремонтировано 6900 метров гравийных дорог. Начато строительство имени футбольного поля в Ауле Хачинзи. Нельзя не отметить берега укрепительной работы на реке Фарс в районе поселка Дружба и Ауле Хачинзи. Теперь, если к плану перейти на 2018 год, то дальше продолжаем увеличение количества светильников для освещения строительства тротуара в Ауле Хачинзи. Строительство дороги в Ауле Хачинзи по улице Степная, косметический ремонт борцовского зала в Ауле Хачинзи, строительство тротуара в поселке Дружба, это вот по центральной и часть по промышленной, получается, вокруг детского садика. Также принять участие в федеральной программе формирования современной городской среды по благоустройству общественных территорий в поселке Дружба и Ауле Хачинзи. Подготовка смертно-расчетной документации сельских домов культур для включения их в федеральную программу. Далее с отчетом о проделанной работе за прошедший год выступил участковый уполномоченный. В устёкшем периоде 2017 года в полиции зарегистрировано 58 обращений и заявлений граждан, каждое из которых рассмотрено и принято решение. На территории Дмитриевского сельского поселения в устёкшем периоде 2017 года зарегистрировано 15 преступлений, из которых расследовано и передано в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом 14 уголовных дел. Нераскрытым на территории остаётся одно преступление. Лично мной в отчетном периоде выявлено и раскрыто в связи с непродолжительным временем нахождения на должности одно преступление. Далее хочу остановиться на психологической работе, проводимой на территории сельского поселения. За отчетный период на территории обслуживания было выявлено 128 административных правонарушений, по которым лица, их допустившие, были привлечены к административной ответственности. Участковым уполномоченным было выявлено 43 административных протоколов, Затем собрание продолжил глава района Заур Хамирзов. По поводу главы поселения, чью работу вы сегодня признали удовлетворительной, хотя Муртаз уже очень много лет работает в сельской администрации, работал и специалистом, и заместителем главы, но только лишь всего два месяца он полонаправленный, полноценный, избранный глава сельского поселения. Я хотел бы присоединиться к словам Людмилы Михайловны. Человек старается, реально старается, реально хочет изменить лучшую сторону, и давайте все дружно мы поддержим этого человека во всех его начинаниях. Потому что, в первую очередь, каким бы ты хорошим не был, как бы ты хорошо не ладил с состоящими органами, структурами, с администрацией района Республики, с прокуратурой, но если тебя не поддерживает местное население, все плохо. Поэтому только благодаря вашей поддержке у него все должно получиться. В ходе встречи глава района ответил на вопросы граждан, которые касались прежде всего благоустройства и проблем в сфере ЖКХ. Все озвученные вопросы граждан глава района принял к сведению и отметил, что многие насущные проблемы вполне по силам решить сразу, не дожидаясь схода граждан и обратившись в местную или районную администрацию.